Здравствуйте, мои хорошие, мои дорогие! Я сегодня на работе решила показать вам, как необходимо хранить ваши очки, в каких условиях, чтобы они оставались чистыми, красивыми и как можно дольше слышали вам. Для этого я сегодня приготовила вам несколько пар очков. Эти очки не мои, очки моего менеджера, кстати, водилицы этой оптики, ее зовут Кристина, может быть, когда-нибудь я смогу вам ее представить, если она согласится. И, в общем-то, я готова, давайте начинать, тема сегодняшнего видео, как правильно хранить ваши очки и правильно их мыть. Ну, в общем, давайте начинать. Я уже закончила свой рабочий день и осталось на несколько минут, чтобы вам показать и рассказать все, что я знаю. Ну, во-первых, очки есть, пластиковые оправы, вот у меня три оправы и у меня одна оправа металлическая. Пластиковые оправы необходимо мыть. Все очки необходимо мыть время от времени, так как косметика, крема, также пот и климатические условия могут повредить оправу. Пластиковая оправа со временем тускнеет и могут появиться определенные временные изменения на оправе, то есть может краска немножко сойти, если вы неправильно пользуетесь оправой. Ну, во-первых, очки необходимо хранить исключительно в футляре. Футляры бывают разные. Есть полужесткие футляры, есть жесткие футляры металлическим каркасом. Вот еще один полужесткий, но можно сказать даже мягкий, это как для солнцезащитных очков используются такие футляры. Вот еще жесткий футляр детский и жесткий футляр для солнцезащитных очков. и еще также у меня есть вот такой вот мягкий футляр и такой вот складной, раскладной футлярчик, когда вы кладете очки сюда и застегиваете. И когда у вас очки ваши на вас, вы спокойно складываете футляр и кладете в сумочку или в карман. Вот такой вот удобный футляр. Он является жестким, просто он складной. очень важно, чтобы очки ваши хранились в футляре правильно. Это тоже важно. Если вы покупаете футляр, будьте уверены, что ваши очки с вами. И в футляр может поместиться только салфетка и только очки. Никакие ручки, никакие отвертки, ничего больше другого. Вот я положила салфеточку, положила очки. Можно вниз линзами положить, можно вверх линзами, как вам удобно. И закрыть. Желательно, конечно, немножко даже потрясти. То есть получается, что футляр для этих очков большеват. Я бы, возможно, выбрала другой футляр для этих очков. Скорее всего, вот такого плана. Помещаем в футляр очки и стараемся закрыть. Посмотрите, здесь остается зазор. футляр. Получается, что этот футляр тоже крупноват, вернее мелковат для этих очков. Вот эти очки спокойно поместились в футляр и закрыли. То есть и очки лежат спокойно и даже не звучат. Можно, возможно, даже поместится и салфеточка в этот футляр. Вот так. И вы смотрите, что нет зазора, все прекрасно. Этот футляр замечательно подойдет для этих очков. Мягкие футляры я бы не советовала приобретать для очков. Почему? Потому что вы можете сжать в сумочке очки и оправа может сломаться просто-напросто. В таких мягких футлярах, ну, может быть, недолгое время можно хранить очки. Или же линзы. Если у вас остаются линзы от ваших очков, вы хотите их сохранить для чего-либо, вот тогда, возможно, эти футлярчики подойдут. Я бы не советовала мягкие футляры для очков, ну и полужесткие. То есть, я не знаю, я предпочитаю все-таки иметь. Для солнцезащитных возможно, но для регулярных очков я предпочитаю иметь жесткие, надежные футляры. Далее, я показала вам салфетку. Вот такого плана салфетка. Это микрофибра. Иногда используют замши тоже неплохо. Очки необходимо использовать для очков, для протирания очков, необходимо использовать специальный спрей. Эта жидкость только для линз или для компьютеров тоже их используют. Но, в общем-то, не надо покупать для компьютеров жидкости и пользоваться протиранием очков. А вот жидкости, которые для протирания очков, можно протирать компьютеры. Но не наоборот, потому что, возможно, для протирания мониторов используются другие жидкости. А антибликовое покрытие, возможно, вы можете повредить. Вы брызгаете с одной стороны, с другой стороны спрей и протираете, не надавливая на линзы, очень аккуратно. Возможно, это один-два раза в день достаточно, чтобы ваши линзы были чистыми. Очень важно никогда не оставлять ваши очки, даже если в футляре они, в машине или же на солнце или на кухне, где обогревательные приборы есть. Не носите, пожалуйста, ваши очки в бассейне, потому что в воде содержится хлорин. И также не нужно использовать очки в банях, в паровых комнатах, потому что здесь идут температуры, перепады температур. И это может повредить именно покрытие на линзах. Вы видите, очки содержат антибликовое покрытие. Вы видите, какие они чистенькие, красивые, прозрачные. Поэтому очень важно очки хранить в спальне, ну или в жилой комнате, то есть не рядом с накрывательными приборами. Это очень важно. Время от времени необходимо поправлять оправы и закручивать винтики все, проверять, чтобы они не болтались, были достаточно плотно закручены. Это тоже необходимо следить за этим. В металлических оправах немножко другой уход. Здесь вы видите носовые упоры, которые время от времени желательно менять. Один-два раза в год будет достаточно. Существуют пластиковые, жесткие носовые упоры и силиконовые. У некоторых людей, к сожалению, есть аллергия на силикон. Поэтому, когда вы пробуете силиконовые носовые упоры, желательно попробовать, поносить и всегда обращать внимание на реакцию. Если какая-либо реакция, если есть покраснение, то желательно использовать все-таки пластиковые носовые упоры. То же самое я еще раз грызгаю линзы и протираю их вот такой вот тряпочкой, салфеткой из микрофибры. Так же, не пластиковые, металлические оправы желательно мыть в ультрасаунд. Да. Ну, они, как они называют, специальные мойки. Они, как правило, располагаются в лабораториях оптических. Это ультрасаунд, вода и жидкость для мытья посуды. Вы помещаете вашу металлическую оправу, не пластиковую оправу. Пластиковую оправу такая мыка может повредить. И когда оправа, допустим, давно не мылась, да, вы можете увидеть, как идет реакция. То есть, моется благодаря ультрасаунду, благодаря высокой частоте звуку, моется оправа между линзой и самой оправой. То есть, полностью, полностью промывается между носовыми упорами все и моется сама оправа. То есть, великолепно, лучшего способа помыть вашу металлическую оправу нет нигде. У нас мы не требуем никакой оплаты за чистку очков. Не знаю, как в России, возможно, тоже не просят заплатить. Напишите мне, пожалуйста, оплачиваете ли вы вот за такие услуги или нет. Достаточно 30 секунд, минут, ну, в зависимости от того, насколько загрязнена была оправа. Желательно, конечно, сполоснуть после того, как вы проточной воде, после того, как вы использовали вот такое вот моющее устройство и протереть ваши линзы. И тогда оправа, тогда линза, линзы заиграют совершенно по-новому. Посмотрите, насколько чистые, прозрачные линзы у нас получились. Протираете абсолютно со всех сторон вашу оправу. Прекрасно красивая оправа, безумно красивая. Джимми Чу это, кстати. Вот. Сейчас покажу вам носовые упоры. Вот эти вот носовые упоры жесткие, но они идут с оригинальной оправой. То есть там идет лейбл специальный, то есть это Джимми Чу. Такая вот красивейшая оправа. Прекраснейшая, на мой взгляд. Вот. Если я ее померю, хотя рецепт не мой, посмотрите, она такая крупная. Вот. Такие вот очки. Крупные, конечно, для моего лица. Вот. Ну, такие вот забавные. Вот. Для моих, для моего лица это крупновато. Вот. Далее, что же я еще хотела сказать. Покажу вам носовые упоры, да, вот такие вот мягкие. Есть на защелке. Такие вот, которые специальным инструментом защелкиваются. Вот такие два инструмента нужны. Вот такой вот. То есть вы его можете выщелкнуть носовой упор и поставить обратно при помощи вот таким вот инструментом. зажимаешь с двух сторон и прищелкиваешь. Вот такие вот носовые упоры. Они мягенькие, видите, они такие прозрачные, красивые. И, кстати, если носовые упоры желтеют, то они выдают возраст оправы. То есть они смотрятся неэстетично и, ну, видно, что оправа не новая. А это вот такой вот носовой упорчик, который здесь нет у нас левых и правых носовых упорок. Но когда левый и правый, тогда вот, в принципе, нужно обязательно соблюсти правила определенные. Но вот у меня просто, к сожалению, нет, что вам показать. Поэтому вот я вам показываю, что это вот они такие вот овальные носовые упорчики. Еще есть круглые. Немногие их любят, но для маленьких оправ вот такие вот маленькие кругляшочки. Вот такие вот. Вот такие вот маликусечки. Вот. Ну, в принципе, о носовых упорах я сказала. Еще раз повторяю, один-два раза в год желательно менять их. Что же еще, какие важные условия соблюдать, когда вы используете очки? Не носите их, пожалуйста, никогда на голове. ни в каком случае не носите очки на голове. Объясняю почему. Когда вы одеваете очки из-за, посмотрите, как разъезжаются заушники. В таком случае уже с лица они у вас будут спадывать. Только на глазах, на носике нужно носить очки. И только, или только же в футляре. Далее, что я еще упустила из виду? Ну, наверное, все-таки все. Ну, вот я предпочитаю все-таки время от времени мыть очки водой и жидкостью для мытья посуды. Никакие спреи для окон, ничего больше другого использовать не нужно. Протирать очки только салфетками из микрофибры и только салфетками или же из замши. Никакими бумажными салфетками. Никакими салфетками для носика вашего, то есть есть сейчас коробочка вот такие, вот такого плана. Они также могут повредить покрытие, антибликовое покрытие. Очень часто люди жалуются вот именно на антибликовое покрытие, что оно очень легко загрязняется. Но если вы будете сохранять условия необходимые для того, чтобы очки ваши оставались прозрачными линзами, именно мыть водой и обязательно чистой салфеткой из микрофибры, которую вы не кладете в машинку стиральную, вы моете ее руками стираете только жидкостью для мытья посуду и только ручная стирка. Ничего больше вы не применяете. Я стираю магазинные вот наши вот в оптике, которые салфетки руками раз в неделю по пятницам достаточно. Они остаются чистыми. У нас в магазине сколько? Ну, наверное, десять салфеток. Десяти салфеток для вот такого небольшого магазинчика в принципе достаточно. Вот. Я даже думаю, что, пожалуй, я все сказала, что очки необходимо мыть, снимать двумя руками обязательно вот так. Никогда не снимать одной или тройку. Если я вам покажу, какую же оправу, подождите, я оправу всех. Я возьму вот такую вот красивую оправу, одену и вам близко покажу. Посмотрите, когда вы снимаете очки одной рукой, вы автоматически расширяете заушник. Видите? то есть, вроде бы как можно так эффектно снять очки, да, вот так вот раз и сняла. Но, ваша оправа будет потом вот такая вот. Если одной рукой вы снимаете, то за переднюю часть оправы вы снимаете вот так. Видите? Если двумя руками, то это проще. Вот. Если вы одной снимаете рукой очки, ваши очки будут всегда спасать вас с носа. Вам самим оправу желательно не поправлять. Я вижу очень часто, к сожалению, в любых программах русских, очки не поправлены у людей. Я не знаю, поправляют ли очки в России специалисты. Почему-то очень многие люди носят очки, вот они вот такие вот кривые, не поправлены. Вы не можете поправлять очки дома, нагревая оправу в воде. Можно попробовать феном, но это будет, наверное, в следующем видео. Я покажу вам, как необходимо, какие есть определенные условия, чтобы поправить немножко, сделать меньше вашу оправу. Ну, возможно, расскажу. Потому что, в принципе, я не помню, чтобы в наших оптиках бесплатно поправляли очки. Не помню. Скажите, поправляют ли в России очки и нужно ли вам такое видео? Показать ли вам, как и поправляют очки, как правильно поправить очки, чтобы они были удобными. Вот это вот у меня к вам вопрос. Ну и, наверное, на сегодня я буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было слышно. Храните очки ваши в футляре или же носите их на своем лице, на носике на вашем. И пусть ваши очки вам приносят только хорошее зрение, хорошие результаты вам нравятся они и получаете много комплиментов и чтобы они выглядели эстетично и красиво. До новых встреч. Я обнимаю вас и пока-пока. Пока. Пока.